Приветствуем всех, кто сейчас находится с нами вместе здесь в этой комнате уютной под названием «Кабинет Кашлов». Мы приветствуем вас, ребята, только потому, что мы знаем, что вы искали, долго искали для себя именно такое сообщество, которое помогает людям найти себя и найти предназначение своей жизни. И поэтому сегодня в лице Андрея Елисеева, Руслана Скорохода и Нейла Лапини мы зачитаем вам наши уникальные правила проекта и попробуем донести до вас важность нашего сообщества. Андрюш, тебе слово. Всех приветствую, друзья. На связи Андрей Елисеев. Всех раз видеть. Всем хорошего субботнего, как говорится, утра. У кого день, у кого утро. И мы, как говорится, сейчас мечта такая у нас появилась, и мы хотим донести, может, смысл правил нашего сообщества, вернее, можно сказать, правил нашего проекта. Это проекта кэшфлоу, проекта поток кэш, проекта испанская кэшфлоу. Ведь у нас не только одна касса взаимопомощи, у нас уже целых три кассы взаимопомощи. Мы огромнейшее сообщество с огромнейшей финансовой инфраструктурой. Именно поэтому сегодня многие не понимали, многие быстро ставят где-то галочки. Мы хотим немножко разобрать эти правила и донести смысл. Ведь это же не просто правила. Эти правила, они придуманы, выстраданы нашим сообществом за десятилетнюю историю. Эти правила, которые мы хотим, чтобы вы понимали всем сердцем, всей душой, и чтобы вы могли проникнуться всем этим. Настолько, чтобы, делая осознанные какие-то действия, мы всегда призываем к осознанности прежде всего, делая осознанно какие-то действия, вы могли бы понимать, что вы делаете, да, и где вы находитесь. Ведь наши кассы взаимопомощи – это маленькая часть огромного замысла, дорогие мои друзья. Это всего лишь маленькая часть. Поэтому если вы начнете разбираться и разберетесь маленький, потихонечку дальше станет легче. Вот. Именно поэтому на данный момент я начинаю зачитывать наши правила. Их всего шесть. Как в Торологии, как эта шестерочка – это энергия любви. Поэтому, дорогие друзья, у нас всего лишь шесть очень простых правил, да. Когда-то у нас их не было, когда-то у нас их не было, но мы все-таки пришли к тому, чтобы разработать эти правила, чтобы у всех было общее понимание. Знаете, да, что у каждого монастыря есть свой устав. Так вот, у нашего монастыря всего лишь шесть простых правил. Так, первое правило. Начинаем, да. Зачитываю. Кстати, они есть у каждого в кабинете, и каждый сможет их также прочитать и, в принципе, не сможет принять участие в проектах наших, пока не ознакомится и не согласится с ними. Вот. Первое. Правила участника системы – взаимной финансовой поддержки. То есть мы финансово друг друга поддерживаем, да. Можно сказать по-другому. У нас касса взаимопомощи нового поколения, которую мы изобретали, которую мы трансформировали в течение десяти лет. И вот мы пришли к шикарным алгоритмам, которые уже работают более четырех лет. Это наши денежные потоки. Это разновременные психологическо-математические алгоритмы, которые позволяют нам деньги иметь всегда. У каждого участника сообщества деньги всегда, дорогие мои друзья. И причем... Можно еще добавить, Андрей, можно тут добавить еще, что, ребята, на самом деле, когда вы вступаете в наше сообщество, пожалуйста, не путайте и не тяните за собой тут те знания, которые были до нас. Хорошо? Договорились? Это однозначно. Те знания, которые были, надо оставить в прошлом и начать приобретать новые. А поверьте мне, и у вас они начнут появляться в изобильном количестве. Поэтому начинаем. Первое правило. Я понимаю, что, вступая в проект, вкладывая свои средства, я становлюсь его участником, бенефициаром, либо совладельцем. Бенефициар – это совладелец. И вместе с другими участниками несу полную ответственность за его развитие. Давайте, друзья, поговорим про это чудесное правило. Как, кто его понимает? Руслан, вот как ты считаешь, как ты понимаешь вот это вот интересное правило? Что мы сейчас поделимся? Ну как? Я, например, понимаю, что это как мое. То есть это то, чем я живу. Это как мой быт, как моя семья, как мой дом, как моя работа, как мое окружение, как все мое. Все, что меня окружает, это мое. И я несу ответственность за это. Как я иду? Плюю я на пол, например. Либо там дома как-то живу по-своему. То есть какой порядок у меня в доме. Все остальное – это как и есть мое. Я как являюсь как… Даже, знаешь, у меня это слово «совладелец» как-то не звучит. Это просто как мое. Вот так вот, я считаю. Да, это прошлое. Из того мира взято, чтобы проще. Даже слово «фонд» тоже мы взяли из того мира. По сути, у нас не фонд, у нас не классический фонд. То есть у нас, по сути, касса взаимопомощи нового поколения. То есть с уникальными алгоритмами, по надежности которых даже мы можем опережать многие европейские банки, да? По надежности наших алгоритмов. Вот, поэтому абсолютно Руслан согласен. Это вот все… Это вот действительно мы создали свою семью, становимся членом семейного союза, да? И мы как бы несем ответственность за развитие семьи в том числе, да? Вы же не создаете семью и не говорите таким образом. Вот ты вот сама по себе, а я сам по себе. Вот давайте тусоваться. Как бы мы вроде бы как бы типа создали, но типа ты сама разбирайся, либо ты сам разбирайся где-то со своими вопросами, проблемами, задачами, да? Помните, там даже клятва есть. И в горе, и в радости там быть вместе, да-да-да? Это что означает? Это означает ответственность. Многие люди, кстати, вот люди еще пока, слава богу, у многих с бедным мышлением, мы стараемся будить, как бы доносить эту информацию, чтобы мышление было все-таки больше богатого человека, да? Бояться ответственности, да? Хотя ответственность – это великая сила. Если вы по жизни будете идти с ответственностью, своей хотя бы, не надо брать там за других, вы хотя бы за свою жизнь возьмите для начала ответственность, потренируйтесь, это все равно, что вот идем в тренажерный зал, да, и мы берем сразу штангу 100 килограмм, да? То есть не надо брать 100 килограмм, вы хотя бы 10 раз на турнике подтянитесь своим весом, своим весом, понимаете, да? То есть на брусьях… Ответственность – это умение отвечать на вопросы. Ответственность – это знание материальной части, матчасти. Понимаете, в чем я делал? Когда человек знает, тогда он берет ответственность, потому что ответственность – это не то, за что ты берешь жизнью, а это ответственность – это когда ты умеешь отвечать на вопросы. Вот это ответственность звучит. Просто люди наши некоторые ответственность не принимают, как она положена. Ответственность – это знание материала и умение отвечать на вопросы по материалу. Вот что такое ответственность. Если еще добавить, допустим, вот как Андрей сказал насчет семьи, я как человек семейный всегда брала на себя ответственность только потому, что я хочу и хотела всегда, чтобы моя семья жила в достатке, чтобы моя семья была всегда в хорошем настроении. Я думаю, что у меня получилось, у меня два супер сына, которые понимают, уважают, ребята, понимаете, это, во-первых, уважение, ответственность, это тоже уважение один другому. И когда мне говорят, что вы знаете, как тебе повезло, потому что, ребят, я просто взяла ответственность. И то же самое мы говорим о нашем фонде. Я взяла ответственность. Андрей? Ну, шикарно, шикарно. Я думаю, мы вот классно сравнили, действительно, вот наше сообщество. Я как-то вот стараюсь вот слово фон даже, ну, поменьше говорить, потому что люди вот неправильно понимают. Мы вот больше говорим, что мы все-таки сообщество, мы как бы как семья, да? Вот, действительно, вот в нашей, как бы, семье, да? Ведь каждый в своей семье может сделать кассу взаимопомощи, может потренироваться, вот взять на пятерых там, да, завести тумбочку и начать сделать кассу взаимопомощи. Вот, если каждый не будет брать ответственность за то, чтобы тумбочка была полная, поверьте мне, эта семья будет жить в полном достатке всегда. И у всех будет всего хватать. Вот, поэтому я очень к этому пункту отношусь реально позитивно. Я легко тут ставлю галочку и перехожу дальше. А как вы, друзья? Да, я вообще. Я тоже. Ставим галочку. Ставим галочку, идем дальше. Идем к пункту 2. Да, переходим к пункту 2. Я заинтересован в развитии проекта и готов прилагать для этого всевозможные усилия. Да, интересный пункт, интересный. Вот тут бы я хотел сказать вот сразу, да, я когда зашла в проект, на самом деле, ребята, хочу, чтобы донести до вас все это вот, вот эту важность, может быть, да, которая говорит, ну, ты давай-то не будешь очень важной. Но я хочу быть сейчас очень важной относитесь к этому вопросу, да, потому что когда я приняла вот эту, значит, вот эту возможность, да, я очень скрупулезно продумала и просмыслила о том, на самом деле, как я могу помочь развить наш проект. Потому что он очень шикарный, понимаете, он помогает каждому человеку вообще найти смысл жизни, найти себя, преобразить себя, да, в чем-то. И я поэтому поняла, что я хочу быть. И когда мне спросили, можешь ли ты там, допустим, на еврозоне быть человеком, который будет продвигать и помогать проекту, я сказала да. На самом деле, да, и поэтому я говорю, я сто процентов в этом проекте, и я готов и всегда прилагаю усилия для того, чтобы каждый человек понял правильно, что ценное мы имеем сейчас. Да, интересно. Но вот смотри, с точки зрения, вот, допустим, ты очень опытный человек, ты лидер, у тебя есть знание маркетинга. А вот смотри, допустим, вот обычный человек действительно, он там, не знаю, там, ремонтирует машины, да. Как он поймет этот пункт? Или там бабушка-пенсионерка, она там уже давно не работает. Как вот многие начинают пугаться вот этой, что, мне надо идти с транспарантами, говорит, развивать проект или как? То есть вот этот вот момент, давайте вот немножко… Именно поэтому я сказала, именно поэтому я сказала с высшей колокольни, чтобы люди поняли, что тут разница в том, что какой-то качкой человек пришел в проект. И понятия у каждого разные, правильно? Что же может вот эта бабушка или, как ты говоришь, там, шофер, там, не знаю, кто там, механик, что же она может или он может помочь, какие силы он может вложить, почему он заинтересован на развитии проекта? Я вот, да, как минимум, хорошим словом, понимаете, и хорошим мыслью. Это самый минимум, который может вложить любой человек. Это просто хорошим, добрым словом. Ну, вот так вот. Шикарно, шикарно. А вот еще такой момент. Я вот уже шесть лет скоро будет в сообществе. И скажу честно, я понял одну вещь, что вот практически каждое слово, где написано у нас в наших проектах, оно, в принципе, продумано с душой. Да? Вот заметили этот момент, да? Да. И несет очень часто такой смысл, что иногда читаешь, не понимаешь, надо три раза перечитывать, чтобы врубиться, глубину понять, да? Вот. Я заинтересован, прежде всего, есть интерес у человека, да? Значит, нравится, значит, нравится, да? То есть нам интересно все то, что нам нравится, да? А что такое нрав? Вот, Руслан, это норов, да, характер, да? То есть, получается, это с нами резонирует с нашим сердцем, да? То есть, если не нравится, то лучше себя не заставлять. А вот если нравится, резонирует, да? То у нас к этому есть огромный интерес, откликается, как бы. Получается, резонирует со всем внутренним, что внутри у тебя, божественной частицей, да? Со своим сердцем, вибрацией души, да? Именно поэтому вот многие говорят, Меркурий для всех, но не все для Меркурий. Я сначала не понимал вот эту вот фразу и скажу честно, что она, только потом я понял, как это. Потому что не все в этот резонанс могут войти, да? Именно поэтому интерес, да? Я заинтересован в развитии. Вы будете всегда заинтересован, когда вы в резонанс войдете вместе с сообществом. Я думаю, вы, когда войдете в резонанс, вы будете делать все возможные усилия, потому что ваше сердце не сможет молчать. Вот это мое понимание. То есть, получается, если есть интерес, когда есть интерес, то нет смысла подбирать слова. Они сами придут. Вот так. Да-да-да. Говорит сердце, говорит сердце, вот понимаете? Я вот сейчас не говорю мозгами, я говорю сердцем, понимаете? А потому что она у меня открылась, потому что я в резонансе, мне это нравится. Мне нравится сообществом, я обожаю идею Дмитрия Васадина, да? Почему я быстро схватил ее? Потому что она легла уже на подготовленную почву. У меня была база знаний определенных, да? Вот, что такое там мировая финансовая система, и у меня уже была база знаний. И когда я в семнадцатом году увидел это первое видео, да, Дмитрия Васадина в Монако, допустим, да, я просто в шок немножко, небольшой. То есть, я все это знал, а я тут увидел человека, который уже это делает, понимаете? Да. Объединяет людей, объединяет людей, чтобы, как бы, помочь им немножко жить чуть другой жизнью. Потому что я, как бы, знал базу знаний, но я не знал, что с этим делать. Как бы, ну, да, Дух времени, мощный фильм, там, три части. Вынос мозга полный. Там, допустим, деньги пирамиды долгов мощный. Но я не знал, что с этим делать. И тут я встретил потрясающего человека, и я вошел в резонанс с сообществом. И скажу честно, второй пункт я тоже быстро ставлю галочку и прохожу дальше. Добро есть. Сами вместе галочки. Так, идем дальше. Третий шикарный пункт. Многие его пугаются. Давайте, друзья, мы расшифруем народу. Я обязуюсь... Давай, хочется и сначала. Проекта среди своего окружения и готов предоставлять необходимую достоверную информацию всем желающим вступить в проект. У меня вообще, хочу сказать, третий пункт. У меня, допустим, звучит по-другому, потому что я на платформе CashflowFund, да? У меня написано так, что я беру на себя продвижение проекта среди своего окружения, не обязуюсь. Да, чуть помягче, да? И вот, кстати, ребята, здесь можно тоже остановиться и серьезно поговорить насчет этой темы. Потому что многие люди, вот как ты говоришь, пугаются заходить. Они говорят, мне что, нужно будет продвигать проект? А я говорю так, слушай. Это, во-первых, твоя, твоё вот такое... Сейчас вот твоя постановка такая вопроса. Вот какая? Когда ты начнешь получать средства, когда ты поймешь, как легко текут тут деньги, ты не то, что будешь обязан, ты просто захочешь это делать сам. Вот как ты говоришь от души, да? Просто ты тебя невозможно будет остановить, как и нельзя остановить меня сейчас. Что, ребята, по этому поводу думаете? Дайте, я хочу сказать. Значит, когда-то по этому поводу. Значит, я нанял маркетологов и рекламных агентств, чтобы они меня раскрутили в фонде нашем фоне. То есть они меня преподнесли. То есть они меня собрали полностью всю картинку. Открыли мне телеграм-канал, инстаграм, там, ютуб, всё остальное сделали в несколько видео. Там записались, делали фотосессию. Ну всё, собрали мне картинку и у нас уже предзапуск. Типа, и дальше у нас контракт на раскрутку. Я, значит, с ними говорю, ну что, друзья, заходите. Вот вам реферальные ссылки, заходите. Они такие, нет, мы не пойдём. А я говорю, а как это вы не пойдёте? Судя по тому, что вы обо мне описали, то это лучший, это же лучший проект в мире. Это вообще какой-то прям, отчего вы не хотите это делать? А мы не обязаны. Мы не вступаем в проекты, которые мы делаем. И я такой говорю, ребята, получается, вы всё соврали. Получается, всё, что вы делаете, вы, получается, соврали. Почему? Потому что вы обо мне так рассказали красиво, и сами в это не поверили, получается. А как же тогда люди поверят? Я отказался от их услуг и закрыл этот проект с маркетологами, с рекламными агентами для себя. Потому что они так создали мне такую картинку божественную для людей, что сами в это не поверили. Поэтому вот так вот. И когда я тогда понял, что вот эти правила, ну то есть я буду развивать, потому что я рекламирую всегда всё. Я кушаю там хот-дог, да, я рекламирую там ларёк. Я кушаю гамбургер, я там рекламирую макдональдс. Я пью пиво какое-то, я говорю, что вот мне такое-то пиво нравится. Конечно, пример не самый лучший. Но когда человека спросишь, какое пиво тебе нравится, он обязательно скажет тебе какую-то марку, если он её употребляет. И получается таким образом он просто непроизвольно делает рекламу этому пиву, ничего от этого не получая. Поэтому моя позиция – это просто рассказывать о фонде. И как говорил Артём, я ему очень благодарен, нашему Артём Верга, так назову его, что я рассказываю всем, а работаю с теми, кто откликнулся. Вот так вот. Да, интересная версия. Что Андрей скажет? Шикарно. Спасибо, Руслан. Очень интересно, да, глубоко. И мы действительно, как бы, маркетинг – это такой, сейчас, к сожалению, это инструмент обмана, к сожалению, да. Хотя его можно использовать и в благих целях, в благих намерениях. Но, к сожалению, сейчас он по большей мере, по большей части системой, ну и вообще используется инструментом обмана, к сожалению, да. Я обязуюсь, да, заниматься популяризацией проекта среди своего окружения, дорогие мои друзья. Это не означает, что вам надо выходить на центральную площадь с транспарантами и кричать там, кричалки, да, возле там, возле мэрии там, кэш-флоу навсегда, кэш-флоу. Или еще лучше брошюры, брошюры распространять. Брошюры возле метро раздавать, да. Да, свободу от жилья, да. Да. Среди своего окружения. То есть указывает человек разное количество окружения. У кого-то там только там реально… Сейчас вот тенденция такая пошла, люди, по большей части, одинокие. Вот. И именно поэтому они заводят там домашних животных, собачек. Вот. По сути, людей разделили, по ячейкам засунули, да. И сейчас они начинают там, чтобы компенсация была, заводить домашних животных, на которых тоже делают бизнес очень крутой. Вот. И я говорю, вы лучше ребенка родите. Чего вы собачку завели-то? Главное, женятся и собачку заводят. Я в шоке вообще. Ну, вы если уже женитесь, ну, ребенка рожайте, идите дальше, эволюционируйте. Вот. Ведь это очень интересно, да. Нет, они собачку заводят. То есть, ну, вот на данный момент сейчас тенденция такая, да. То есть люди… Да, люди одинокие. Люди одинокие. И не у всех там окружение даже 100 человек. Просто, ну, это малые люди, у которых окружение. Там, дай бог, если 5-10 человек есть, то слава богу, да. Мое вот понимание, мое понимание, это прежде всего данный пункт можно раскрывать постепенно. И данный пункт вы сначала, ну, свою жизнь с помощью сообщества проекта приведите в порядок, да. Введите хороший образ жизни, улучшите качество, не знаю, вашей жизни, качество питания, займитесь вашим здоровьем. И вы начнете снутри расцветать, и это, мне кажется, лучшая популяризация нашего проекта. Тогда, когда люди скажут, вау, а что с тобой случилось? А почему у тебя глаза горят? А почему? Да потому что мне не надо думать, откуда брать деньги. У меня энергия во мне остается. Мне не надо ее разбрасывать на маятники, на работу, на начальника, там, еще куда-то, понимаете? Не надо ходить на эти, знаете, курсы постоянные, которые, как найти себя, там, или еще что-то. Это просто, на самом деле, энергия вот столь, вот ее много, много, и на каждый день больше и больше. Вот, абсолютно верно. И глаза горят, и люди начнут этим чувствовать. Так вот, это называется популяризацией среди своего окружения. То есть, приведи себя в порядок полный, да, и твое окружение заметит это, и начнут задавать вопросы. И вот тут продолжение третьего пункта. Я готов предоставлять необходимую достоверную информацию. То есть, к тому моменту, когда к вам начнут задавать вопросы, вы должны дать достоверную информацию всем желающим вступить в проект, да? То есть, поэтому вы должны... И какая, и какая, Андрей, какая это достоверная информация? Вот скажи, какая это, по твоему мнению, достоверная информация? Откуда вы берете деньги? Прежде всего, как говорит Дмитрий Васадин, откуда вы берете деньги? Я беру деньги из потока кэш, кэшфлоу, я беру деньги из сообщества. Это такое чудесное место счастливых людей, которые скинулись вместе и помогают друг другу. Вот, я беру оттуда деньги. Ставим галочку. Ставим галочку, шикарно. Третий пункт. И причем его надо правильно понимать, и он становится не таким страшным. Он вообще становится не страшным, а наоборот даже улучшает тебя, ускоряет. Да, абсолютно. Я еще дополню. У меня в Харькове была встреча, и человек пришел ко мне, он блогер там интересный такой, у него там подписчиков много. И вот он сделал маленький взнос на 30 евро. И говорит, все, я готов писать там видео, все, я говорю, стоп, стоп, стоп. Говорит, так не делай. Что ты готов рассказать людям? Что ты сделал 30 евро и нажимаешь кнопку, и получаешь? Нет. Пока ты не создашь себе хороший поток, достаточно. Пока ты с этого потока не начнешь, пригласишь меня в ресторан и покушай вместе, только потом. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Все правильно. Займись собой, расти, разберись, остановись, разберись, не беги впереди паровоза и впереди телеги. То есть мы же всегда видим, что раньше, помните, кучер, он всегда ехал и управлял, а многие сейчас блогеры спрыгивают и впереди лошади бегут. И, как правило, там споткнулся на первой кочке и упал в грязь лицом. Поэтому абсолютно верно, абсолютно верно. Разберись с собой, с себя начни. И как дальше ты будешь светить этому миру и не заметишь, как через полгода, год вся твоя жизнь изменится. Это точно. Это точно. Выгоним на четвертый пункт. Четвертый пункт. Шикарно. Давайте. Я понимаю, что для получения максимальной выгоды от проекта мне нужно поддерживать уровень потока и пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет проект. Да. Вот тут тоже такая интересная логика построена. Многие люди, которые вот сейчас, допустим, вы новичок, вы заходите и думаете, я вот проверю. Окей. Мы даем возможный вариант, когда мы заходим, мы можем поиграться наверху, как создать поток. Правильно? Посмотреть, какие я могу вложить средства свои, свободные. Я всегда говорю, вкладывай свободные средства. Не делай так, чтобы ты там не спал ночами и думал, что сейчас потеряю эти деньги и завтра этот проект захлопнется. Ребята, всегда вкладывайте то, что вы хотите и можете спокойно отдать, да, чтобы вы себя чувствовали на высоте. И вот тогда, когда вы понимаете, зайдя в наше, наше слово, когда вот у вас аккаунт открыт, да, я говорю, посмотри, поиграйся, нажми на этот поток, посмотри, какую сумму ты получишь, смотри, нажми на этот поток, посмотри, но прочитай дальше, что ты должен делать дальше, чтобы постоянно взращивать свои денежки. Может быть, это поговорим еще так вот посерьезнее. Андрей? Ну да, но дело в том, что если брать презентацию нашего сообщества, не в зоне правил, а в зоне бесед, то у нас звучит так, что мир изменился, и единственный способ получать деньги, не тратя свое время, это инвестиции. И там говорится, какие инвестиции есть у нас, то есть там, а казино, ну то есть мы приводим пример, там, что вот в казино человек без денег не зайдет, но риск сумасшедший, но и выигрыш тоже головокружительный, правильно? Получается. Может быть. Да, да, да. Ну, результат. Но все равно тебе необходимо проинвестировать, если ты не зашел, не купил себе фишку, ты мне игры. И второй, например, там пример мы приводим обычно, это то, что ценные бумаги, они малорисковые, нету истории, там, например, американского фондового рынка, нету в истории, там, не выплат. Но 3% годовых при инфляции 9 не решает вопрос. Поэтому у людей есть вот эти стратегии инвестирования. Все люди, каждый из нас в прошлой жизни знал несколько стратегий инвестирования, их особо две. Это первое, накупить там золото, растущих активов, акций, ваучеров, там, каких-то там документов, вещей и ждать ихнего роста. Еще и криптовалюту, А вторая стратегия это разделить деньги по разным корзинам. 20 евро по разным банкам и сидишь, наблюдаешь за каждым банком в надежде, что если где-то прогорит, то где-то выгорит. Поэтому в нашем фонде совмещено идеальная формула максимального дохода и минимального риска. И поэтому у нас разрешены, но не разрешены, а размещены все стратегии, которые сегодня пользуются человеком. Это короткая стратегия быстрого потока, это растущая стратегия образования ученицам и постоянно вносить деньги, это стартовая стратегия по основному риску. Стартовый поток, да, стартовый. Да, растущая стратегия это стратегия, когда человеку есть необходимость купить какую-то дорогую покупку и у него недостаточно средств, он тогда заходит на полгода, вносит определенную сумму и за полгода он удваивает эту сумму с его финансовыми возможностями. И третье, и четвертое это длинные наши потоки, накопительные программы, в которых человек может себе создавать поток на завтра, на послезавтра, на 3, на 5, на 10, на 15, 20, 25 лет. Поэтому в нас учтены все вот эти стратегии. И поэтому пользуясь всеми этими стратегиями человек просто эффективно управляет своими деньгами. Почему? Потому что идеальное сочетание еще раз заотвечу формулы минимального риска и максимального роста это фонд кэшфл. Однозначно. Круто, Руслан. Уникально. Да, круто, Руслан. Уникально, Еще один шикарный поток, поток неожиданности, поток удачи. В один день можете стать миллионером сразу, бам, и все. А, это в лотереях. Да, Руслан якобы начал с того, но припрыгнул быстренько на быстрый поток. Да, да. Я очень люблю накопительные потоки, ребята. Смотрите, когда накопительный человек должен до туда дойти, потому что, понимаете, самое большое серьезное решение именно в накопительных потоках. Как же я так буду отдавать на три года, на пять, на десять? Я говорю, а ты посмотри, что ты будешь получать и как ты будешь жить через три года, да, что ты не можешь сейчас сказать, что будет с тобой вообще в этой стране, где ты сейчас находишься, да, каким будет, какая твоя будет жизнь. Или, как мы сегодня с Русланом говорили, ты будешь влачить свои жалкие, вот эти средства, которые ты там сегодня рассказывали двоим, что ты не сможешь даже оплатить, может быть, свои счета. И очень много людей так живут, да, и получается, когда ты доходишь до этого, переходя с одного потока на другой, ты на самом деле понимаешь, вот я именно здесь, и я очень спокоен за свою жизнь. Согласен, супер, супер. Руслан, вот немножко дополню вас, друзья, вот Руслан классно сказал с точки зрения инвесторов, обалдеть, Нелли классно сказала с точки зрения как бы женщины, глубинное такое понимание, вот скажу честно, я вот сейчас хочу рассказать два понимания этого пункта с точки зрения вообще обычного человека и с точки зрения бизнеса, да, вот два понимания еще добавить, и у нас общее понимание будет хорошее такого этого пункта, то есть, еще раз мы пройдемся, я понимаю, я понимаю, во-первых, да, я понимаю, что для получения максимальной выгоды от проекта мне нужно поддерживать уровень потока, окей, хорошо, пока остановимся, давайте хоть это разберем, да, я понимаю в качестве обычного человека, что для получения максимально как бы богатого своего стола на кухне, мне нужно поддерживать количество продуктов в моем холодильнике, логично? Логично. Если я не буду поддерживать наличие, да, и то, и другое, наличие, сейчас, да, в современное время хотя бы наличие, да, вот, и получается, если вы не будете поддерживать, то есть, наличие продуктов в своем холодильнике, у вас не будет максимальная выгода, то есть, у вас не будет стол, хотя бы, ну, даже вы в изобилии покушаете, да, допустим, и ваша семья, допустим, будем брать семью, да, то есть, вы понимаете, что для получения максимального хорошего, красивого стола вы должны поддерживать уровень количества продуктов в вашем холодильнике, то же самое, ничего нового, да, дальше в бизнесе есть такое понимание, как оборотные средства, прокручивая которую по своему бизнесу, по цепочке, допустим, если взять какое-нибудь небольшое производственное предприятие, купить сырье, оборотные средства, их сырье в производство, производство делает товар, товар, продаем, и получается деньги и надбаленная стоимость, да, именно вот эта прибыль, которую маржу, да, зарабатывает данное предприятие, да, добавленная стоимость, да, да, и получается, что, чем больше вы будете поддерживать уровень оборотных средств, тем больше будет прибыль у вас с вашего бизнеса, то же самое, да, абсолютно то же самое, да, и пользоваться всеми возможностями проекта, которые предлагает проект, ну, конечно же, если у вас продукты в вашем холодильнике, вы же пользуетесь всеми возможностями кефира, да, вы пользуетесь всеми возможностями, не знаю, там, масла сливочного, да, вы его намазываете, вы его кушаете, да, Так же и здесь. Да, я не философски подошел к этому вопросу. Да, если у вас производство, вы же пользуетесь всеми возможностями производства, чтобы там было все эффективно, возможно, вы внедрили систему бережливого производства, возможно, вы по японской технологии, как Toyota производит, чтобы у вас все обрезочки пошли в нужное место, то есть эффективно. Так и здесь. То есть ничего нового никто не придумывал, и это все просто взято из жизни для того, чтобы вы подошли к этому по-настоящему, и это по-настоящему стало вашим инструментом для изменения вашей жизни. Поэтому шикарный пункт. Берите все возможности, которые… Я хотел еще добавить, ребят, смотрите, многие, я не сказал, не все, вот люди, которые заходят, во-первых, они цепенеют от того, что какой-то новый проект, да, это нормально, это нормально, да. А второе, то, что нужно отдать деньги, это тоже нормально, да, и очень важно для человека отдать деньги куда-то, да. А третье – делиться с кем-то, да, и вот в тот момент я наблюдаю за людьми, которые вкладывают только в начало, допустим, вот начало, вот у него быстрый поток, который нам предлагает система. Потом он открывает стартовый поток, который рассказывал Руслан, да, и получается так, что ты два раза в месяц вкладываешь, два раза снимаешь, ты инвестируешь, да, ты учишься отдавать, получать. И когда человек говорит, ну я же вложил 20 там евро, да, я всегда спрашиваю, скажи, можешь ли ты поменять свою жизнь, если ты настолько мелочен сегодня, да, если у тебя нету, допустим, средств, да, ты проверяешь. Это раз. Но когда есть люди, которые ждут по полгода, по году, еще там что-то и ждут от проекта хорошего прибыли, тогда я задаюсь вопросом. Что скажешь, Андрей, насчет этого вопроса? Ну, как бы, если мы хотим хорошей прибыли, надо, во-первых, посадить хорошее семя. Вот, то есть на данный момент, если вы закладываете яблони высад и хотите большой урожай, вам нужно посадить соответствующее семя, соответствующие там саженец определенного сорта, как бы на определенную площадь, да. То есть все рассчитывается, все, по сути дела, математика, да. Вот, если же вы думаете, что из-за семени, не знаю, там, полыни вырастет яблоня, то не получится так. Вот, то есть, либо есть, там, дичка, допустим, которая будет мелкие яблоки давать, да, вот, их можно куда-то впустить в производство, в другое, да, но такого урожая не будет, как среди хороших, там, культур, да, где бы там яблоки вот такие вот большие. Вот, так и здесь, как бы, в зависимости от цели, прежде всего, как я говорю, что надо участникам поставить цель, а если ты бесцельная, как бы, в сообществе находишься бесцельно, то есть ты как болтаешься, у тебя ни туда, ни сюда, что-то тут есть, что-то у тебя тут нет, то есть, что у тебя-то 20-30 евро есть, что у тебя нет, ну, окей, хорошо, ты заработал за месяц, там, не знаю, халявную кафешку для себя, пошел, там, поел один раз, да, ну, что. И что, ну, молодец, поел, ну, дай бог, ну, чтобы, ну, ты задумался, почему бы тебе два раза не поесть в месяц с помощью сообщества, а потом три раза, да, и так человек, может быть, будет расти и дойдет до какой-то точки, но по большей части все любят находиться в зоне комфорта, да, и пока с работы их не выпнут, и они в шоке такие начинают, да, вот, люди любят доходить до перекрестков своих судьбы, да, вот, почему-то, и страх, потому что страх, с детства учили. Кстати, я могла бы еще дополнить, Андрюш, извини, я вот еще дополнила, знаете, когда я вот работала, да, на разных работах, на разных работах я, допустим, там, ну, не буду говорить, с кем я работал, но я отношусь вот именно к своему работодателю всегда с пониманием, доверием, и я всегда говорю, что если я пришла на работу, я тоже ответственен за то, как выглядит мой офис, да, как продвигаем мы вот эти товары, допустим, да, какую-то там услугу, понимаете, я никогда не говорила, это должен быть босс там или это должен там отвечать там, не знаю, там, бригадир или что-то это, да, для меня это важно, и поэтому, ребята, здесь этот пункт на самом деле очень серьезный, когда мы внедряемся все, мы понимаем, если меня пригласил человек, да, значит, я создаю уникальные возможные потоки здесь, получая прибыль и не забывая о том, что я благодарен тому человеку, который меня пригласил, да, это тоже очень-очень важно, потому что многие люди тут пытались, да, и, может быть, еще до сих пор пытаются кого-то там поставить под себя там вниз и буду внизу там что-то делать в потоке, а тот, как говорится, верхний человек, который тебя пригласил и сделал колоссальный шаг в твоей, в создании твоей новой жизни, да, якобы, нет, я буду лучше со своими деньгами манипулировать, там пусть трава не косит. Нет, здесь это не прокатит, ребята, вот здесь очень серьезно нужно это понять, принять и, в конце концов, стать, включить человечность. Вот для меня это так. Шикарно. Ну да, кстати, он наш фонд, вообще наше сообщество, все инструменты, они какие-то живые. И вот я замечаю, что каждый проходит свои уроки. Вот как поступает с другими, так и с ним поступает. Вообще, вот оно так и есть. И вот просто надо понять, как ты поступаешь, почему тебя так учит фонд. Вот так вот. И я смотрю, там один мой друг зашел и раз там под себя уже начал строить родственников и под них себе там маленький взнос, а под них большие взносы. Я молчу, я говорю, ты что-то не так делаешь. Он, а что я не так делаю? Я говорю, ничего, разберись. Потом где-то приходит через месяц, говорит, я понял, я что? А я, говорит, реально граблю на рефералку, понимаешь, чем идет. То есть я, получается, для того, чтобы развиваться, увеличивать свой поток, личный свой поток и показывать людям. У меня человек спрашивает, сколько у тебя взносов? Он говорит, так у меня там 100 евро. Ну у меня там у жены лежат. И тот тоже себе сидит и думает, ага, раз ты положил 100 евро, а на жену положил там 10 тысяч, ну как бы и я буду так поступать. Все, получается по-другому никак. Вот. И даже, говорит, мне даже нечего показать было. Потом он исправился, быстренько нарастил себе потоки. Говорит, теперь я могу показать, у меня есть кабинет, у меня есть суммы, у меня есть цифры. А то, получается, я просто как в старом бизнесе, в старом мышлении принес его сюда, в новый мир. А мир-то изменился. Вот. Шикарный пример, Руслан, спасибо. А что, ставим плюсик сюда, соглашаемся? Мне кажется, мы сейчас вообще просто уникально раскрыли все эти карты для людей, правильно, ребята? Шикарно, да, 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 да. Поэтому берите максимальную выгоду и пользуйтесь всеми возможностями нашего сообщества. Да, и растите сами, сами. Сами, начините с себя абсолютно, только с себя. Спаси себя, говорится, и тысячи спасутся, да? Ну да, достаточно одного пробужденного, чтобы пробудился весь мир. Поэтому пробуждаемся, ребята. Шикарно, класс. Ну что, переходим к пятому пункту. Уже 46 минут разбираем, нормально, да? Отлично. Так, пятый пункт. Я готов постоянно развиваться и обучаться новому, чтобы мой уровень знаний, навыков соответствовал требованиям проекта и способствовал его развитию. Очень интересный творческий пункт, очень интересный. Ну да. Друзья, какие мысли? А еще, кстати, смотрите, пятерка. Просто, я, Нелли, секундочку. Какие-то, с номерологией шестерка это любовь, да, как бы, а пятерка это знак учителя, это учительский знак. Получается, именно под... Великий учитель, великий ученик одновременно. Ну да, и получается, что под номером пять у нас образовательная программа. Все продумано, все зашифровано просто, обалдеть, просто. Ну вообще, я вам скажу так, мне очень хочется насчет этого пункта поговорить. Ребята приходят, участники приходят, люди просто приходят разные. С разной подготовкой, с разным мировоззрением, с разным социальным статусом он находится, да, в разном. И что я говорю? Ребята, без разницы, сколько вам сегодня лет. Без разницы. Никогда не хвалитесь, что у вас там Apple какого-то там, не знаю, уровня. И вы умеете нажать только одну кнопку. Я всегда говорю, ребят, зачем телефон? Ты можешь делать спокойно деньги. А я не умею это и это. Я говорю, ну давай научимся. Ой, я буду ждать сына. Ой, я буду ждать внучку. Ой, я буду... Я говорю, подожди, а сколько тебе лет? 45, 60. Ой, я не знаю, там еще у меня занят... Мне сколько лет? 30. Ребята, разные люди приходят в наш проект. И я хочу дать вам такой толчок, чтобы вы никогда не искали того, кто постоянно будет за вас работать. В смысле, он будет развиваться, не вы. Вы должны развиваться. И когда я своей команде говорю своим ребятам, ребят, мне все равно, что вы сейчас сегодня скажете. Но я вас обучу и научу только тогда, когда ты позволишь себе это, чтобы я тебе дала новые знания. И когда мне ребята говорят, слушай, мы вообще в шоке другой. Вот у меня такой статус, у меня такое настроение, я такой характер. Я говорю, мне без разницы, какой у тебя характер. Я хочу, чтобы ты был выше того, как ты себя нарисовал. И когда через полгода, через три месяца, ребята говорят, мы никогда бы не разобрались ни в чем. И я уже это умею, да. Вы знаете, вот это то, о чем я говорю. Развивайся всегда. Если ты что-то знал два года обратно или там полгода обратно, никогда не стой на месте. Всегда развивайся и получай новые звания и кайфуй от этого. Вот такое мое мнение. Дополню, секундочку, я вчера был у эфира на Артема, к Артему ходил, он делал эфир в ТикТоке. И он рассказал такой интересный пример, прям вот точку, прям вот прям его вспомнил. Значит, он кушал палочками. И говорит, когда общались с Дмитрием, он заказал суши. И я, говорит, люблю суши кушать руками. И я, говорит, беру руками кушаю. А Дмитрий посмотрел на меня, говорит, да, почему ты кушаешь руками, суши уже палочками кушать. Он говорит, так мне так удобно. И он, говорит, хороший способ оправдать свое нежелание учиться. Вот так. И, говорит, после этого, я понял, в чем прикол. Говорит, просто надо научиться ими. А я, говорит, реально не позволил себе признаться, что я реально ими не очень-то владею. Поэтому мне удобнее руками. А если их научиться, говорит, оно же, ну, понятно. Шикарно. Кстати, очень шикарно сказал ты, да. Ну, позволь себе, да, позволь себе научиться, да, позволь, позволь поменять свое, вот то, что ты знал. Позволь изменить себя. Позволь. Да, Андрюша? Ну, очень интересный, очень интересный этот пункт. Он очень глубокий. Скажу честно, можно реально о нем долго говорить. Да, это бесконечно можно говорить вообще. Да, 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 да. Я прям проваливаюсь прям в бездну такую. Тогда следующий пункт, давайте перейдем. Да, да. Давайте, давайте. Давайте немножко постараюсь немножко рассказать, какие мои мысли по этому пункту. Ну, прежде всего, для меня это базовый закон соответствия, друзья, понимаете. Все в этом мире должно всему соответствовать, да. То есть яблоко соответствует яблоне, яблоки никогда не вырастут на груши. То есть закон соответствия. Везде в природе, матушки, везде всегда у нас идет закон соответствия. Так же и здесь, да. Если вы хотите, как бы, ну, деньги брать из интернета, да, грубо говоря, да, как инструмента, вы должны этим инструментом, как палочками, вот Руслан хороший пример привел, вы должны научиться пользоваться, да. И это не тогда, как вот смотрел недавно ролик, там, молодой человек подходит к сотруднику ЖКХ и спрашивает, а вы знаете, там, что такое биткоин? Он говорит, ну, наверное, музыкант какой-то, понимаете. То есть, ну, Иоганн, Себастьян, биткоин, да. Вот. На данный момент это, ну, то есть соответствие. Именно поэтому человек, у данного человека, ну, шансы очень маленькие брать деньги из, на самом деле, современных источников, где их действительно можно брать. А ведь век-то уже изменился. У нас уже 23 года информационный век. Производственный век, он уже прошел тогда, когда развивались крупные заводы, индустриализация, большие станки, да. Вот это все уже прошло. Сейчас у нас переизбыток всего, по сути, да. У нас на каждого человека ресурсов полно всего. Весь Китай завален склады, мы не можем это раскупить, чтобы всем этим пользоваться. Поэтому на данный момент нужно меняться, нужно учиться. И это выгодно каждому человеку. Надо, чтобы он понял, что это выгодно. А знаете, почему выгодно? Потому что главный секрет молодости – это постоянно учиться. Если вы по жизни будете постоянно учиться, совершенствоваться, вы будете жить долгой, счастливой, здоровой, полноценной, богатой жизнью. Поэтому, дорогие мои друзья, ставьте жирные, согласен. И переходите к следующему пункту. Есть. Согласен. Ну что, пункт номер 6. Любовь. Я понимаю, а значит, принимаю, да. Я понимаю, что руководство делает все возможное для улучшения и процветания проекта, поэтому принимаю любые изменения, условия проекта и обязуюсь способствовать их реализации. Шикарный пункт. Ой, да. Знаешь, одну секундочку. Говори, говори, говори. Я просто эмоционально, значит, подхожу сразу к вопросу. Да, и мне потрясла, знаешь, какая мысль о том, что это любовь – это как проявление доверия, понимаешь? Это просто вот этот пункт реально про доверие. Вот ты как сказал про шесть, я уже реально ждал его. Думаю, интересно, как ты его прочитаешь. И вот мне пришло понимание, что это полное доверие. Это любовь, когда это есть, присутствует, полное доверие. Вот так вот. Ну вот. Абсолютно верно, да. Давай, Нелли. Шестерочка – это любовь, а любовь – это неотъемливая часть женщины. Вы нас учите любить, поэтому давай, жги. Ну да, 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 да. Смотрите. Когда-то в жизни, ну не то, что в жизни, у меня когда-то кидало жизнь туда-сюда, налево-направо. Меня хотели переделать в человека какого-то полумонстра, полуженщину, полумужчину, полуштоп, обстоятельства. И мне говорили, это обстоятельства. Ребят, вот я тут хочу сказать, нет никаких обстоятельств. Есть желание быть собой, да, желание наслаждаться жизнью, желание верить то, что есть оно, вот это, вот это хорошее, да. Потому что много людей до сих пор считают, что вас обманут, вас, не знаю, каким-то там образом подставят, понимаете. А я говорю, ну отпусти ты вожжи свои, ну отпусти ты это. Ну начни улыбаться и верить в то, что тебе сегодня дается. Пусть ты там где-то ошибся, пусть там еще что-то. И как я говорю по своей жизни, по идее мне надо быть вообще, не знаете, такой женщиной на коне красном. Я смеюсь, да. Но я говорю, я не потеряла свои навыки любить, я не потеряла свои навыки верить. И я их никогда не потеряю и не растеряю. Потому что я человек, во-первых, да. А во-вторых, я хочу, чтобы люди все стали на самом деле счастливыми. И в нашем сообществе это так, ребят. И я делаю все, чтобы наш проект процветал, улучшался с каждым днем. И каждому человеку передаю вот это чувство. Шикарно. Шикарно, Нелли. Действительно это чувствуется, да. И спасибо тебе за все, что ты делаешь. Ты в Европу принесла огромное сердце, душу такую великую. Это круто. И скажу честно, да, кэшфлоу благодаря тебе, Руслану, таким людям, которыми я реально восхищаюсь. Андрей. Да, да. Конечно, конечно. Просто будет расцветать. И вот именно таких людей надо по крупицам собирать единомышленников. И честно сказать, наверное, об этом и мечтал Дмитрий Васадин, когда придумывал наше сообщество. Именно собрать таких людей, единомышленников по жизни. Я понимаю, что руководство делает все возможное для улучшения проекта, поэтому принимая на себя любые изменения, условия проекта, я безусловно способствую их реализации. Мы все были детьми. Вы катались на велосипеде, когда были ребенком, помните? Конечно, конечно. Я был маленьким, Нелли тоже была маленькой девочкой когда-то. И вау. Все коленки разбитые были. Да, 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 запрыгивала на велосипед и погнали, как говорится, с друзьями там где-то по улицам, по кочкам. Если еще кто деревню застал, вот это наши еще, наверное, советские дети еще застали деревню. Может, бабушка там. Вот это круто, конечно. Потому что сейчас современные дети уже мало кто застают, вот этот момент, да. Так вот, вот представьте, да, что вы едете на велосипеде, и у вас бам, слетела цепь. Да, вот, ну, вот вы, вы один, вы едете на велосипеде, да. А теперь представьте другую ситуацию. Вам подарили велосипед на двоих, на троих. То есть вы с ребятишками, с друзьями сели, и троем крутите педали, и бах, слетела цепь. Что надо сделать? Как минимум, надо сделать комплекс действий, чтобы опять поехать, да. Надо остановиться, перевернуть велосипед. Это, как говорили в детстве, на козла перевернуть, да, помните? Да, да. Вот, да, натянуть цепь, правильно натянуть цепь. Пришлось в этот момент измазаться где-то, да. Вот, обратно его перевернуть, а он тяжелый же, маленький ребенок, тяжелый велосипед. Вот, оттолкнуться и поехать дальше. Дальше, друзья мои. И причем, если у вас велосипед на двоих, на троих, это надо сделать все вместе, да. И вы понимаете, что все, вот, команда, руководство, да, это прежде всего те люди, которые замечтали наше сообщество. Они максимально делают все возможное для того, чтобы наш велосипед ехал долго и всегда. Без восьмерки, без восьмерки. Да, ведь, Руслан, вспомни те моменты, там, не знаю, 18-19 год, мы тогда только мечтали о том, что сейчас есть у нас. Мы реально мечтали об этих шикарнейших инструментах, которые мы, по сути дела, ну, выстрадали сообществом, мы их родили. Потому что появилась статистика поведения, появилось понимание, что человеку надо, появилось понимание, что надо эти правила написать, да. Появилось понимание, что надо создать несколько потоков разновременных, появилось понимание, что людям надо, да. Появилось понимание, что мы, у нас был всего лишь один инструмент, сейчас их много инструментов, и они взаимодополняют друг друга. И на данный момент, я скажу честно, что надо не только понимать, что руководство делает все возможное, а надо, во-первых, понять, кто такое руководство, кто такой основатель нашего сообщества. Ведь у нас нет ни хозяев, у нас нет ни учредителей, ни владельцев. Мы онлайн децентрализованное сообщество свободных людей и единомышленников. Вот это, наверное, полное определение, что у вас за сообщество, да. Онлайн децентрализованное сообщество, по всем криптовалютным правилам мы децентрализованы сейчас по всему миру, да, единомышленники. И это круто. Именно поэтому нужно понять, вот так как когда-то я понял, услышав вот это вот выступление нашего Дмитрия Васадина в Монако в 16-м году, я услышал его сердце, и с того момента, как бы, я поставил себе цель с ним познакомиться. И у меня это получилось. Так же, как может каждый сделать участник нашего сообщества. Понимаете? Да. И поэтому я приезжал в Порторош, в Словению, мы встречались. Это было очень интересно, скажу честно. И еще не раз встретимся, да. Поэтому каждый участник нашего сообщества может познакомиться с Дмитрием Васадином. Каждый. Поставьте себе цель, друзья. Поставьте себе цель увидеть этого великого человека, который замечтал, у которого большое сердце, и который замечтал сделать, объединить людей. Потому что весь этот мир сейчас, наоборот, разъединяет. Ему выгодно разъединять, разделяя властвах, да. Принцип ему тысячи лет, и он до сих пор работает. А здесь человек замечтал, замечтал объединить людей. Причем он не просто замечтал, он пять лет думал, друзья мои. Пять лет думал. Вот у вас в вашем окружении есть хоть один человек, который способен пять лет думать в полной свободе от финансов. Понимаете? От денег, от нужды зарабатывания денег. Я абсолютно уверен, что таких людей практически нет. Понимаете? Поэтому, когда вы с ним познакомитесь, у вас полностью уйдут какие-то сомнения, и вы начнете понимать, что действительно здесь все делается для улучшения и процветания проекта, как маленькой части огромного замысла сообщества. Ведь это маленькая-маленькая часть, друзья. Ну вот это мое понимание. Главное, можно тут дополнить, принимаю любые изменения. Когда я познакомлюсь с нашим Дмитрием, понимаете, вот этот человек, я на волне вместе с ним. Мне очень нравится, когда человек говорит быстро, я вливаюсь с ним вместе в его идею. Мне это очень нравится. Я кайфую от этого, честное слово скажу. И когда другие смотрят большими глазами, я уже там вместе с ним, потому что я подключаюсь быстро к его энергетике, к его эргрегору. И вот здесь, когда ты принимаешь любые изменения, он говорит, я завтра, вот завтра я подумал, завтра я подумал и решил. И нам не нужно ничего думать самим. Он уже придумал, он сказал, что это правильно и так будет работать. И здесь не нужно ставить себя в ступор или какую-то там, не знаю, опять позу. Ой, опять что-то поменялось. Ой, какое-то там еще что. А зачем это? Это надо, это принимаем сейчас сразу и понимаем, что это только идет во благо. Только во благо нашей жизни, наше процветание. И только так, никак по-другому. Ну, еще, значит, у меня было много различных интервью, и меня много спрашивают. Руслан, что ты все время говоришь о Меркурии, что ты все время о кэшфлоу, займись чем-то своим. Я говорю, вы не понимаете, у меня есть свое. Просто когда кэшфлоу, это уже созданный проект, это мой проект. Это часть моей жизни. Но у меня есть и другая часть жизни, и третья, и четвертая, и пятая моя часть жизни. И моя вообще абсолютно личная, которая не касается никого, кроме меня, это часть жизни. Поэтому я говорю с вами сейчас о кэшфлоу, но с другими людьми. Я говорю, может быть, о каких-то других своих проектах, о других каких-то развитиях, там, с кем-то встречаюсь, все остальное. Поэтому кэшфлоу это просто как часть меня, понимаете, чем-то. То есть это как то мое, которое уже реализовано, в которое мне не надо уделять внимание, что-то там делать. Мне нужно просто следовать правилам, выполнять для того, чтобы я освободил это время, для того, чтобы я создал что-то новое. Потому что Дмитрий Васальев говорит, очень важно сегодня в мире подумать о чем-то новом. А в Меркурии уже есть, деньги есть где брать. Зачем мне думать, где брать деньги, если я нашел это место? Вот так вот. Шикарно. Еще хочется сказать очень о нашей звездочке, о Варене Левченко здесь, ребята, в шестом пункте. Это человек, который неустанно продвигает нас и говорит, не соглашайтесь на меньшее. Не соглашайтесь на меньшее. Вот что она нам говорит и делаем, ребята, вместе. И спасибо такому человеку, который постоянно на связи, постоянно принимает все разные варианты нашего развития и новшества. И дает нам, вливает в наши, для того, чтобы мы процветали всегда. Да, Андрей? Я вам скажу так, что сегодня в новостной ленте мира, как так сложилось, что единственное место, где люди говорят о счастье, о радости, о взаимоотношении, сорадуются радости другим людям, это почему-то наши утренние зарядки Сарина Левченко. Другие моменты все, о другом, о другом. Но вот именно где можно разделить радость другого человека, то это вот на утренних зарядках Сарина Левченко. Это точно. Шикарно, да, это действительно так. Еще вот хочу подытожить все наши правила. Соглашаемся? Во-первых, да, соглашаемся, наше шикарное шестое правило. И хочу подытожить вообще с точки зрения как бы человека, чтобы понимание было, что все равно вам придется жить по чьим-то правилам. Все равно, вот в любом случае, вы же не в лесу живете, даже если будете жить в лесу, вы будете жить по правилам леса, матушки природы. По любому. Как вот Руслан своему участнику, подумай, разберись, что ты делаешь не так, у тебя все будет намного лучше. Так и здесь. Поэтому, друзья мои, выбирайте те правила, с которыми вы по-настоящему согласитесь. И эти правила, чтобы поменяли вашу жизнь к лучшему, чтобы она расцвела, чтобы вы стали богаче, счастливее, здоровее, прожили долгую, полноценную, счастливую жизнь. И вас окружали также счастливые люди, полные здоровья, энергии и мечтающие, как и вы, идти в лучшую жизнь, чем сегодня. И главное, даже зачитай до конца. Пожалуйста, Андрей. Если все участники системы, это очень серьезный вопрос и ответ на все вопросы, вопрос и ответ. Отлично. Если все участники системы взаимной финансовой поддержки будут соблюдать эти шесть правил, то система будет работать вечно. В случае, если какой-то либо участник отказывается соблюдать эти правила или в какой-то форме распространяет о системе негативную информацию, система, как и любая система в этом мире, любая система, возьмите, не знаю, распространяйте негативную информацию, не знаю, там, о любой системе, вас выпнут оттуда и все. В любую коммерческую фирму придите и начните негативную информацию про руководство этой фирмы. Вас как минимум выпнут в лучшем случае. В худшем... Говорить плохо о жене, либо о муже. Да, да, да. Как минимум сковородочка полетит, да? Вот. Система в любой момент может остановить такому участнику начисление выплаты и финансовой помощи. Как и в любой системе, вас просто тупо уволят, то есть остановят вам выплаты, да? Вас просто, не знаю, там, еще что-то придумают, дай бог сковородочка пролетит мимо. А если она не пролетит мимо, то вам по башке даст и остановит на какое-то время вам активную жизнь и полежите немножко в больнице. Вот. Поэтому... И, кстати, Андрей, и, кстати, я добавлю. Все те люди, вот все те люди, которые прочитывают и заходят, ну, прочитывают правила и заходят к нам в проект, я хочу поставить ударение здесь, да? Все те люди, которые ищут негативную информацию, да, негативную информацию, да? Вы ее получаете, но всегда вернитесь сюда, вот, в это правило и прочтите самый нижний пункт, да? И когда вы видите какие-то негативные отзывы, это, значит, те люди, которые не работали и не развивали вместе с нами проект и работали неправильно, не по системе, да? И поэтому вы получаете то, что вы ищете. А если вы позитивный человек сегодня и вы понимаете, что ваша жизнь сейчас, именно сейчас, с этой минуты меняется вместе с нами и с нашим уникальным фондом, милости просим. И соглашайтесь на все, все, все с вышеуказанными пунктами. Да, ребят? Ну, да. Абсолютно верно, потому что с чем ты согласишься, то становится частью твоей жизни. Поэтому соглашаемся и впустите в себя денежный поток, который изменит вашу жизнь и высвободит вас для начала. Выкупите себя как крепостной, выкупает себя из денежной системы, так выкупите себя и идите свободным человеком по этой жизни. И поверьте мне, полгода-год ваше состояние, энергетика, здоровье колоссально изменится. Ну, и про деньги у нас на априори они есть, про них я бы уже молчу. Ну, да. От чем мыслишь и к чему идешь, то и получит душа твоя. Аминь. Аминь. Желаем вам только процветания, ребята, только процветания. И, как всегда, я говорю, обращайтесь к любому человеку сообщества, он вам поможет, он вам покажет, он вам подскажет. И, на самом деле, любите людей, да, любите сердцем, любите душой, любите разумом. Просто дайте себе вот эту возможность насладиться, наконец-то, шикарной жизнью вместе с нашими ребятами, с нашими потоками и, конечно же, с нашим руководством. До встречи. До встречи. Все, всем спасибо. Пока-пока, спасибо, ребята. Пока-пока. Хороших выходных, пока. Пока-пока. Пока-пока.